Очередные холодные награды. Ивановские моржи с триумфом вернулись с соревнований «Зимние забавы» в Угличе. Делегация привезла 7 из 8 возможных первых мест, в очередной раз подтвердив, что наш город – родина самых сильных пингвинов. Екатерина зимним плаванием занимается уже четвертый год. В Углич ездила вместе с сыном и мужем. Все привезли награды. Ее личное достижение – второе место. Мы тренируемся в бассейнах для физической формы, для скорости, а для холодовой нагрузки мы сидим в купеле или в парке 1905 года ездим. Там есть незамерзаемая река, место есть незамерзаемое, куда мы погружаемся. Там можно проплыть метров 100, 50, кто как, кто 25, кто сколько. Ежегодное зимнее плавание набирает обороты. Сторонников ивановские пингвины вербуют в бассейнах. Предлагают сначала попробовать окунуться в холодную воду, потом поплавать, а уже после, если понравится, заняться спортом профессионально. Как показывает практика, нравится многим. Кроме серьезной физнагрузки – куча положительных эмоций, всплеск адреналина. Плюс, рассказывают, погружение под лед, иммунитет делают просто стальным. Есть у нас лидеры, которые уже показали себя и в этом сезоне. Это, прежде всего, наши чемпионки. Это Мария Людвова, Татьяна Гавриленкова и другие. И отрадно то, что в этом сезоне у нас появились новые пловцы, довольно сильные. Они опробовали уже на крупных чемпионатах себя и показали неплохие результаты. Впереди еще серьезные старты. В середине февраля – состязание в Уфе. В начале марта – кубок «Большая Нева» в Питере. Сразу после – чемпионат мира в Таллине. Везде будут участвовать ивановские спортсмены. Кстати, сезон со сменой времен года для этих пловцов не заканчивается. Лето в регионе короткое, вода в купеле выше 6 градусов и не поднимается. Значит, можно продолжать тренировки 365 дней в году. Мария Смирнова, Антон Осипов и РТВ Иванова.